Вопросы сохранения Национального музейного фонда уже обсудили в Сибирском, Поволжском и Северокавказском федеральном округе. Теперь о них говорят знатоки культурных ценностей Юга России. Музейные работники из Адыгеи, Республики Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Ростовской области, а также Краснодарского края прослушают доклады привлеченных экспертов, которые расскажут об условиях хранения, учета музейных экспонатов, научного укомплектования фонда, а также применение современных технических и электронных средств в музейной практике. Музейный фонд нашего Южного федерального округа, Краснодарского края, насчитывает свыше 1,2 млн единиц хранения. Это огромная часть Музейного фонда Российской Федерации и здесь свыше 60 музеев разного профиля. Эти музеи направили к нам главных хранителей, приехали директора музеев. Помимо лекций, эксперты проведут мастер-классы и дадут консультации музейным работникам. Кроме того, в программе семинара запланированы экскурсии по Сочинским музеям. Сегодня специалисты посетили художественный музей, в среду осмотрят экспозиции музея истории города, а в четверг познакомятся с мемориальным домом Николая Островского. Этот музей сохранил ту подлинную обстановку, атмосферу, здания, экспонаты, которые были при меморируемом лице. И нам 75 лет уже, и вот дом Островского – это уникальная жемчужина вот такого мемориального музея. Кстати, через три дня после окончания семинара, 29 сентября, в честь 110-летия русского писателя, музей откроет выставку из своего фонда. Сочинцы и гости курорта смогут увидеть коллекцию иллюстраций известных российских художников к романам «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей».